здравствуйте зрители нашего канала сегодня мой видео обзор посвящен снова препаратам которые идут под маркировкой bio это гомоир аллерин и глиукаладин несмотря на то что мы в общем-то достаточно хорошо уже про них рассказали и осветили все равно на почту и в комментариях люди задают вопрос а как все-таки правильно их использовать и вот здесь я именно этому хочу и посвятить то есть немного сегодня расскажу о том как правильно правильно их использовать несмотря на то что у каждого препарата в общем-то очень подробная инструкция то есть здесь прописали фактически все нюансы как разводить чего разводить каким образом разводить тем не менее люди спрашивает и видимо что в общем то непонятно давайте в общем то разберемся итак начну с глиукаладина этот препарат который мужик рассказывали про него от всех его полезных свойствах я на этом сейчас не буду останавливаться остановлюсь только на том как использовать его он выпускается вот таком виде таблеток вот вот таких таблеток их внимание растворять не нужно этот препарат вносится непосредственно в почву или почву смесь которые вы готовите или в растении то есть есть вот в инструкции написано что мы можем использовать и в комнатном цветоводстве непосредственно в растении если вы сажаете рассаду то и здесь мы тоже можем его использовать но основной момент такой что его не надо класть на дно горшка то есть если вы сюда вот положите вот так его на дно рядом с дренажом толку не будет никакого не более одного сантиметра то есть возьмите пальчиком и вот так в горшочек его вставьте но землей должны закрыть грунт должен быть всегда влажной то есть если у вас будет пересушенные растения то препарат этот не будет работать и еще интересный момент на который тоже обращаю ваше внимание на 1 1 таблетка идет на 300 миллилитров грунта вот 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 так и рассчитывайте то есть если у вас один большой горшок и в нем литров пять то соответственность это по соответственно и этому должно быть внесена таблетку не думайте что вот внесли одну таблетку и все она справится нет этого будет мало 1 таблетка на 30 миллилитров грунта это вот норма еще раз напоминаю что препарат глиокладин изготовлен на основе почвенного гриба триходермы и он несовместим ни с какими препаратами только препараты из этой же группы в которых составе имеет этот же гриб триходерму еще раз делаю акцент не нужно растворять этот препарата в воде потому что вот именно по растворении больше всего и вопросов теперь далее по препарату гомоир и аллерин он тоже выпускается вот в таких мешочках и тоже в таблетках сейчас я вам покажу таблетки точно такого же серого цвета вот серовато белого цвета их вот здесь в пачке по 10 таблеток аллерин и гомоир нам производитель даже рекомендует мы их можем смешивать причем вот использовать мы можем фактически на всех этапах развития растения и при высадке в грунт на стадии замачивания семян как вы будете делать берете таблетку одну таблетку гомоира одну таблетку аллерина смешивайте в 200 граммах воды настаивайте от 30 минут до 2 часов и в них замачивайте семена если вдруг что-то будет неясно производитель за нас побеспокоился прописал нам все этапы вот здесь написано как правильно все делать далее этот эти два препарата мы можем точно также использовать и в саду при высадке растений в грунт то есть после того как мы высадили мы можем и опрыскивать и проливать растения здесь мы уже берем по две таблетки каждого препарата аллерин и гомоира смешиваемых 10 литрах воды точно также настаиваем два часа и после этого мы используем ну два часа конечно в идеале от 30 минут до 2 часов состав из чего состоит эти два препарата аллерин и гомоир это бактерия называется которая бактерия субтилос вот даже само название бактил бакта бактерий вот в наших йогуртах мы тоже имеются эти полезные бактерии которые мы даже сами используем пищу ну конечно пищу мы не будем гомоир с аллерином использовать но тем не менее это бактерии безопасное и может применяться фактически безвредно и для растений для человека и для пчел борьбе с какими болезнями можем использовать аллерин и гомоир аллерин работает против мучнистой росы фитофтороза здесь перечень очень большой и черные ножки и серые гнили фитофтороза то есть все такие коварные заболевания которые наносят непоправимый вред и рассаде и могут конечно и в грунте у нас гомоир у нас в основном это сосудистые слизистые бактериозы парша манилиоза бактериальный рак бактериальные гнили в общем то здесь тоже перечень большое еще раз говорю что все эти препараты мы можем использовать на фактически на всех растениях так как они не наносят никакого вреда я думаю что вот такая мини шпаргалка вам пригодится особенно когда сейчас мы и высаживаем и пересаживаем рассаду вспомните особенно вот про этот препарат глиокладин когда я делала пикировку видео обзор я как раз использовал при пикировке вот этот препарат и дома я тоже его опробовал мне очень нравится то есть именно сейчас вот в стадии когда мы пикируем растения когда составляем питательные смеси для рассаживания растений своих внесите попробуйте сделать эксперимент я думаю что вы будете просто приятно удивлены вот результатом использования этого препарата да и аллерина с гомоиром тоже оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал используйте эти препараты я желаю вам чтобы не ваша рассада не ваши растения в саду никогда не болели никакими коварными заболеваниями